так доброе утро всем дорогие друзья всем кто дождался извиняюсь за опоздание лишь мы начинаем 235 урок 235 урок мы сейчас начинаем вот ждем сейчас как подойдут сегодня нас 30 глава 30 глава начиная с 15 урока всем шалом яков шатадин ефименко антон мира света любви шалом дюрденевна всем доброе утро дом михаил ткач всем доброе утро мы продолжаем изучать мишли притчи царя самона и сейчас мы находимся в 30 главе уже 30 глава 18 отрывок мы узнали предыдущих отрывках что есть могила которая никогда не насыщается и в то же время не насыщается никогда матка то есть этот процесс жизни он идет без остановки и вода идет на землю земля тоже не насыщается и значит и огонь все съедает это очень интересная была штука да как царь соломон описал красиво вот этот весь процесс круговорота в природе как круга круговорота в жизни такой идет постоянный круговорот все идет одно за другое цепляется меняется около 200 тысяч в день умирает около там 250 тысяч день рождается во всем мире до представляете какие количество вообще 200 тысяч уходит 250 тысяч приходит и значит мы на этом остановились теперь 18 отрывок сегодня он звучит так и так то следит за текстом очень советом стать следить за текстом повторять потому что нет смысла учиться если ты не запоминаешь когда информация проходит мимо человека он ее просто услышал и она ушла она ничего не меняет в его жизни то есть очень важно когда ты получив какую-то информацию ты ее понял осознал запомнил и начинаешь ее использовать тогда начинает управлять твоей жизнью сейчас восемнадцатый отрывок он такой слушай эммани флауми мене он говорит три три вещи каких-то которые чудесные для меня или они непонятные мне спрятаны от меня вот такие вот есть какие-то три вещи которые были даже для царя сломана удивительные и четвертая я ее не понимаю я не знаю четвертую вещь я не понимаю не знаю значит и дальше он объясняет три вещи которые для него скрыты от него до скрытой от него а значит не скрытой от всех потому что он был мудрейший из людей значит если он их не понимал так и никто их не может понять значит и вещи эти очень странные то есть очень странные вещи первая вещь это уже 19 идет отрывок значит дирек анешер башамайн путь орла в небесах непонятно да то есть здесь непонятно но я вспоминаю уже более такое простое нашего времени объяснения значит это не прорвала правда про кошку это то ли ричард бендлер то ли джон гриндер кто-то из основателей нлп они сказали что когда например если ты бьешь по бильярдному шару и ты точно знаешь физику то ты можешь рассчитать его траекторию движения по бильярдному столу то есть это как бы ты можешь легко рач но не легко рассчитать если ты знаешь точно все данные физически ты поймешь куда шар будет катиться даже если он при этом бьет еще несколько других шаров но сказали они когда ты бьешь кошку ногой и она куда-то летит пример не очень конечно добрый но тем не менее значит то ты никогда не знаешь куда эта кошка прилетит потому что кошка в полете она двигается самостоятельно у нее есть ее личное непредсказуемое движение теперь здесь тем более человек человек вообще он может у него есть у человека есть миллион разных внутренних каких-то идей которые могут ты не можешь предсказать поведение другого человека ты можешь где-то попытаться это сделать но но опять же если это человек осознанный который осознает свои действия то опять у него полная свобода выбора он может делать все что хочет здесь царь саму нам привел пример что он говорит я не вещь которая от меня скрыта путь орла в небе куда этот орел летит какие у этого орла дела и следа никакого не остается вторая вещь берег нахаж алый путь змеи по скале та же самая история ползет змея по скале куда она ползет какие у него змеи дела что она и даже следа не остается третий пример это тоже метафора дырых они яблев я вниз это путь корабля в по морю тоже непонятно куда он плывет какой там след останется следа не остается это он говорит три вещи которые скрыты от меня которые я не понимаю то есть это такая метафора которая нам показывает что мир мир то есть мы пытаемся все время этот мир схватить своим своим умом и как бы описать его для себя удерживать его в своем восприятии что мир предсказуемый но вот недавно вышла книга такая называется черный лебедь написал ее не сим талиб такой чек кстати интересно что я с ним лично встречался с не сим талибом он учит талмуд он из ливана сам он ливанец но он ливанец который живет нью-йорке которые там супер мега куда экономист про пензан профессор или нет но мы с ним когда встретились в на одной из конференций он на он со мной начал разговаривать на иврите и он говорит да я учу талмуд я знаю арамейский язык и так далее и он написал книгу называется черный лебедь который доказывает что все попытки ученых предсказывать будущее это не более чем просто теория но какой-то способ мышления он где здесь мы рассмотрим жизнь вот ситуации экономические там жизненной и так далее то есть такое понятие он 오�абыл черный лебедь черный лебедь это все лебеди белые и они все были белые пока ми с нее не открыли что есть черный лебедь то есть и как какие были шансы что появится черный лебедь если если все лебеди были белые шансов никаких их практически, да, все были уверены, что есть только белые лебеди. А потом открыли и есть, оказывается, черный лебедь. И он говорит, что все в жизни происходит именно так. Ты уверен в чем-то? Статистика доказывает, что это так. Процесс идет. Все. Потом бах! Происходит что-то новое. И все говорят, да, типа, да, вот это вот. Как же мы не знали, что оно может быть? Так, кстати, Шалмон, мне кажется, здесь он говорил об этом же самом, что не знаем мы по факту не знаем мы по факту, как все происходит. И вот эти вещи были скрыты от него. Но четвертую вещь, он говорит, я вообще не понимаю четвертую вещь. А четвертая вещь, которую он здесь перечислил, она очень странная. Ведер и Гевер Бе Алма. И путь мужчины по направлению к женщине. Это вообще непонятно. Что за путь мужчины по направлению к женщине? То есть здесь объясняют комментаторы так, что речь идет о незаконной, незаконной связи между мужчиной и женщиной. И в то время мужчины, которые вступали в незаконные связи с женщинами, они очень сильно скрывали это. И как не остается следов от вот этих вот там орлов летящих, змей ползущих и кораблей плывущих, также не оставалось, не оставляет следов человек, который осознанно делает запрещенное действие преступления. То есть здесь он в этом отрывке приводит мужчин таких, да? В двадцатом он переходит царь Соломон на женщину. Он говорит в двадцатом отрывке Кен Иша, Кендерах Иша Минаэфет, также путь женщине, которая занимается запрещенными связями, Ахла Умахатапия, она покушала, это метафорично, значит, вытерла рот и сказала Лопалте Авен. И она говорит, я не сделала никакого греха. И здесь, когда вот этот отрывки, он два приводит, что люди, которые осознанно грешат и делают преступления, значит, они, они очень сильно скрывают свои действия и при этом, то есть есть такое понятие, как конкретное зло. Я вот в этот момент, я нашел две статьи, я же эти уроки потом сделаю в книгу. Я нашел две статьи, вот, которые я видел недавно, которые очень хорошо иллюстрируют эти два случая и мужчин, которые преступники, которые делают зло и скрывают это, и женщин, которые преступницы, делают зло и скрывают это. Одна статья была о том, убийство, которое расследование, которое длилось 13 лет, называлась статья. Был еврейский парень, он был миллионер из Канады, и он уже к 32 годам, у него было на счету 24 миллиона долларов. То есть он занимался разными бизнесами, был умный такой парень, и он создавал какие-то, у него был IT-бизнес, программное обеспечение, но тоже программное обеспечение у него было для онлайн-казино. И он занимался строительным бизнесом, такой был 32-летний еврейский миллионер. 24 миллиона долларов у него было на счету. И он, значит, последние его проекты были в Пуэрто-Рико, такая есть латиноамериканская страна, и он влюбился там в девушку, понравилась ему девушка, она была мисс Пуэрто-Рико, мисс Пуэрто-Рико, Пуэрто-Риканка, симпатичная, красивая. И он с ней, значит, женится на ней, но он этот брак скрывал от родителей, потому что родители его хотели, чтобы он женился только на еврейке. Его родители евреи хотели, чтобы он женился только на еврейке, но он, знаете, любовь зла, значит, любовь нечаянно нагрянет, он, в общем, влюбился в эту мисс Пуэрто-Рико. И, когда он на ней женился, он заключил с ней брачный контракт, что в течение двух лет она обязалась пройти Ди-Юр. И он думал, что когда она пройдет Ди-Юр, он ее представит родителям, что она уже еврейка. Но через пять месяцев, через пять месяцев у них начались конфликты, скандалы, и он решил с ней разойтись, потому что она не соблюдала никаких законов. В общем, она очень себя вела некрасиво, были подозрения, что она ему изменяет и так далее. И как только они решили с ней разойтись, а он ей подарил до этого ночной клуб, ну то есть он ей давал очень много денег, они сидели в ночном клубе, разговаривали о условиях развода, когда они вышли, подошел человек, его несколько раз ударил ножом, камнем, значит, 20 минут он лежал, истекал кровью, ее тоже ударил один раз, но он умер там, все, его убили. Его убили, полиция начала искать преступника, и нашли преступника. Это преступник, которого наняла, это вот мисс Пуэрто-Рико, которая наняла его, чтобы он убил этого парня. И, значит, преступник убил его, преступника арестовали, но она успела убежать, она успела убежать, и 13 лет она скрывалась в Европе, она родила двоих детей в Италии, она родила одного ребенка в тюрьме, уже потом в Испании, то есть, а родители этого парня, родители этого, ну, евреи этого, которого убили, значит, они пытались все время добиться, чтобы ее, чтобы ее, экстра, чтобы ее, в общем, наказали, посадили. И, но она скрывалась, там, то есть, опять-таки десятая, там целая детективная была история, в общем, в конце концов, они ее выманили в Испанию, и там ее арестовали, и, значит, и сейчас ее судят, интересно, что, вот мне интересно, чем закончилось, потому что приговор суда должен был быть в январе 2019 года, ей грозило пожизненное заключение. Но что имеется в виду, что когда женщина или мужчина, когда они становятся на путь вот этого вот зла, то они способны на, даже на убийство, даже на убийство, и вторая история, это как убили самую богатую женщину Монако, убил ее муж, ну, заказал убийство муж ее дочери. Муж и ее дочери, тоже это был вопрос наследства, и этот муж дочери, он для того, чтобы его жена получила наследство, значит, он заказал убийство этой старушке, миллиардерши, и ее убили. Вот такие вот в жизни бывают случаи, и об этом нас предупреждает царь Соломон, что внешняя картинка не совпадает очень часто с внутренним содержанием, и как не оставляют следов орлы, летящие, летящие в небе, как не оставляют следов змеи, ползущие по камням, как не оставляют следов корабли, плывущие по морю, также стараются не оставлять следов люди, которые совершают грехи, которые грешат. Вот это то, что он передал таким нам метафоричным способом. Теперь 21 отрывок, значит, он говорит нам следующее, что из-за троих гневается земля, из-за троих гневается земля, в этахах, в этахах арба, лотухаль сет, и четвертого она вообще не может носить земля. Тоже очень интересно, да? Значит, тахах эвет тим лох, земля не может, значит, гневается земля от раба, который стал царствовать. Вэнаваль тизба лехам, и человек негодяй, негодяй, который который кушает который кушает хлеб, когда у него все хорошо. Вэтахат снуа тити баэль, и когда есть ненавидимая жена, когда она спит с мужем, живет с мужем, вэ шефха ти тираж гверта, и рабыня, которая которая тираж которая значит тираж это унаследует унаследует своей госпоже. Значит, что тут имеется ввиду? Значит, еще раз, мы сейчас живем совершенно в другую эпоху, то есть надо понимать, что вот тот мир, в котором мы живем, которое мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, что вот, вот так вот, вот тебе демократия, вот тебе законы, вот тебе горячая вода, вот тебе больницы, прививки и так далее. Значит, когда мы живем в этом мире и воспринимаем его как должное, мы должны понимать, что мы должны за этот мир благодарить Бога, что мы живем в самое счастливое время в истории человечества вообще. То есть никогда за всю историю человечества не было столько материальных благ доступных любому простому человеку не было. То есть всегда была даже самая верхушка, там полпроцента людей, которые держали всех остальных в рабстве, они не получали такого, они не получали такого материальных благ, которые сейчас есть у любого простого работающего человека и даже неработающего человека. Настолько мы сейчас социально защищены, что просто невероятно. Раньше было во всех странах мира, было кастовое общество, кастовое общество, то есть был класс правящий, который всеми силами угнетал всех остальных, причем угнетал под страхом смерти, под страхом убийства, людей публично, чтобы держать страхи, публично убивали, сжигали, каждый день происходили вот эти вот ужасы, войны там и так далее. И значит, поэтому, когда царь Соломон приводит вот эти вот примеры, в книге, которая написана четыре тысячи почти лет назад, не четыре, три тысячи лет назад, три тысячи лет назад, он говорит нам о примерах, которые мы, ну, как бы, сложно можем понять. Например, например, почему земля, почему так плохо, когда раб становится царем? Когда раб становится царем, если вы почитаете любые хроники, там есть хроники вот царей, да, как сменялись цари вот эти вот династии, каждый следующий царь вырезал, вырезал всех потенциальных, потенциальных претендентов на власть. Почему? Потому что ему было страшно, это было нормально. Посмотрите, вот эти все римские цари, Нерон там, который маму свою убил, который там, ну, вообще просто, это страшные были вообще люди. И вот, а когда раб, раб это человек, который всю жизнь жил в угнетении, его покупали, продавали, убивали, бросали его бороться с гладиаторами вот в эти вот все римские, знаете, Колизей там, на открытии Колизея убили две тысячи рабов за две недели. Представьте себе, две тысячи человек, это было представление. Ну что, пойдем в театр, пойдем, что сегодня? А сегодня будут рабов с львами, значит, кидать. А сегодня что? А сегодня будут там с бегемоты их будут топтать. Идем посмотрим, интересно. Вот они такие были люди, да? И когда такой раб захватывал власть, то это был капец, что они творили. Рабы, они все, кто до этого их угнетали, притесняли, там были страшные вообще, страшные были казни и так далее. И земля содрогается, содрогалась земля, когда раб становился, становился раб царем, да? Второе, когда негодяй подлец, который насыщался хлебом. Здесь непонятно, непонятно, значит, кого именно называют словом Наваль, но было раньше так. То есть мы сегодня, когда человек просто, у него есть что покушать, он, ну, классно, нормально. Даже он не говорит, что это классно. Он считает, что это нормально, что у него есть что покушать. Раньше, когда не было холодильников, не было запасов, когда были засухи, когда были, был голод еще там сто лет, какой сто лет назад? Был голод в бывшем Советском Союзе в 30-е годы погибло 8 миллионов человек от голода. 8 миллионов человек погибло от голода, просто от голода, когда не было совсем еды. А до этого, 200, 300, 500 лет назад, 1000 лет назад, люди гибли каждый год. Мы, давайте вспомним Тору, когда был такой голод в земле египетской, когда был, когда люди себя продавали в рабство за хлеб, и не было что кушать. То есть, Яков посылал сыновей купить хлеб в Египет. То есть, было реально, еда, это было уже, ну, достижением. Это не было как что-то само собой разумеющееся, а это было, это было праздником, да, когда была еда. И получается, что еда была критерием того, что есть у человека благословение. То есть, если у него есть что покушать, он говорил, слава Богу, читал там Беркат, Амазон, молитву после еды, с таким наслаждением, что вот благословение еды. Каждый раз он, когда покушал, это был праздник для него. Теперь, значит, и почему тогда земля содрогается, когда негодяй насыщается хлебом? Это нарушается, нарушается вера в Бога. То есть, если человек верит в Бога, он верит, что есть благословение на тех, кого Бог любит. А тут негодяй, и он хорошо питается. Это проблема, земля содрогается. Третье. Ненавидимая, когда она спит с мужем. Значит, имеется здесь в виду, объясняют комментаторы так, что, значит, ну, была по Торе, смертная казнь, когда люди изменяют, там, женщины изменяют мужчинам, все. И тут это, которая женщина, которая, она мужу своему изменяет, а он с ней живет. Потом появляются дети, незаконно рожденные, мамзеры. Мамзеры, это те, у кого, которые родились с нарушением законов семейной чистоты, и так далее. И у них совершенно другая психологическая такая состояние. Ну, в общем, это ужасно. И получается, что, когда муж с ней продолжает жить, то, то думают люди, что это дети его. А она продолжает заниматься своим вот этим занятием, и она совращает других мужчин. Это тоже ужасно, и земля это долго не может выносить. И, когда рабыня наследует свою госпожу, то есть, было так, что была госпожа, известная история в Торе, была Сара, жена Авраама. У Сары была рабыня Агарь, и как только она Агарь подняла на уровень, она дала ее мужу, чтобы она с мужем, ну, то есть, Аврааму дала как жену, тут же Агарь стала презирать свою госпожу, и она начала к ней относиться. То есть, тот, кто был рабом, и он потом поднимается, и начинает властвовать, то обычно, обычно в них проявляются самые худшие качества, которые могут быть. Это, как мы наблюдали, бывший Советский Союз, коммунисты, когда пришли коммунисты к власти, весь мир, насилие мы разрушим, нас до основания, затем мы наш, мы новый мир построим, кто был не тем, тот станет всем, и потом тот, кто был не тем, он вырезает всех, кто был тем-то, потому что он не может видеть людей, которые были выше, чем он, и они может по духовному уровню выше, чем он по интеллектуальному, и рабы поэтому их всегда уничтожали, и это очень печально, это очень печально, говорил царь Соломон. Давайте теперь, ну, как-то на какой-то оптимистичной ноте закончим, чтобы, потому что выводы очень в этот раз печальные. В 30 главе, в конце, царь Соломон нам показал, показал нам, что природа человека, она не такая уж и чистая, и хорошая, и это надо знать, и это надо знать, и надо ценить очень сильно все эти блага, которые мы считаем, само собой разумеющимися, в которых мы живем, и каждый день радоваться, что мы не живем в средние века. Если бы мы жили в средние века, было бы нам ужасно, вообще, так ужасно было бы, что капец. Поэтому уже этот факт достаточен для радости. Слава Богу, что мы не живем в средние века, и, значит, анекдот такой, что, ну, знаете, есть известная история, Робин Гуд. Робин Гуд, это был грабитель, грабитель, который грабил богатых и отдавал бедным. И он грабил богатых, убивал их даже, забирал у них все и отдавал бедным. Значит, но когда он встречал людей среднего достатка, он впадал в ступор. Он не знал, что с ними делать, потому что богатых надо убивать, бедным надо отдавать, а люди среднего достатка вводили его в состояние ступора. Все, дорогие друзья, значит, давайте, давайте радоваться праздникам, давайте радоваться, что мы живем в прекрасное время, что у нас есть горячая вода, есть у нас еда, есть у нас прекрасные жилищные условия, которые есть. И если уже хочется себя сравнивать, так надо сравнивать себя не с соседями, а со средневековыми людьми, которые жили тогда, когда даже в Лувре туалетов не было. Не было в Лувре туалетов, то есть они непонятно как обходились. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня. И сделайте свои выводы, три вывода обязательно сделайте, сделайте три вывода, что вы, какие выводы вы для себя делаете, пожалуйста, из этого урока тоже. Все, хорошего дня, всем пока.